Сука, этот ебал уже полгода не может взять трубку! Возьми, блядь! Ух, ебать! Привет, что ты хотел? Привет, долобоёб! В смысле, почему я долбил? Ты мне не отвечал ни в Дискорде, ни в ВК, ни на звонки. Когда мы последний раз говорили, ты сказала, что хочешь скачать Скайрим с мадами. Ну да, помню, было такое. А ты, что ты от меня хочешь? Я-то, в принципе, ничего не хочу. Только прошло уже полгода, и у тебя как бы ЕГЭ через 4 месяца. Я поиграл вот и вечно. Я поиграл вот и вечно. Что, блядь? Бля, надо идти записывать новый видос. Стой, 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 стой. Какой видос? У тебя ЕГЭ скоро. Может, ты лучше пойдешь готовиться? Ну, сейчас, секунду, меня мама кушать зовет. Блядь, он что сбросил? А, ладно. Хотя бы поржать можно будет. Ух. Ну ладно. За работу. Итак, спустя фактически 6 месяцев отсутствия, я снова появляюсь на сцене Осу Ютуба с очередным видосом. Полгода моего отсутствия произошло ровным счетом ничего. Ну разве что вышло пара новых гайдов, но ни один из тех, что вышли, не удоставил самого внимания кроме этого высера мертвой матери Апоссума. В сегодняшнем выпуске вы увидите Плеймор или как стать тоем, играя карты, которые играют Кукизи, посредством чего вы можете улучшить свою стамину, золотой фон, цитат гайдеров и так далее. Сей гайдер известен мне лично, мы пару раз общались с этим молодым человеком, но тем не менее мое мнение о его гайде не изменится. Его ник Дика, у него 5000 пп и для начала стоило бы оценить его топ перформанса, чтобы понять как хорошо он играет. В принципе я не вижу ничего необычного, типичный Рапса Таркса, ну в современных реалиях Осу это нормально. Ну что ж, проедемся по его костям на моем тракторе Критики. Поехали! Нихуя не понял, ну очень интересно. Перед началом этого видео я хочу сказать только два слова. Плеймор. Привет, сегодня не будет баянах компиляции и приколов, поскольку я хочу разнообразить контент для этого канала. Ого, какое охуенное разнообразие. Мне очень нравится. Но тем не менее, в большинстве случаев разнообразие может тебе вернуться не в твою пользу. Например, как в моем видео про скины. Я могу даже ничего не говорить, а просто показать стату лайков и дизлайков по отношению к другому моему видео. И сегодня я решил записать гайд или же туториал, как стоит начинать свой путь с Осера. Не, я конечно все понимаю, но шутки про Сосеров это, по-моему, уже чересчур. Хотя, что еще будет? Для этого видео я старался как можно больше произвести мотивацию играть в ВОЗ для начинающих или бывалых игроков. 1, 2, 3кпп. Если у тебя 4кпп+, и ты смотришь гайд, значит ты джамплис. Так, а я не понял. А если, например, этот гайд посмотрел Амплифай, то он что, тоже джамплис? Для этого видео старался как можно больше произвести мотивацию играть в ВОЗ для начинающих или бывалых игроков. 1, 2, 3кпп. Если у тебя 4кпп+, и ты смотришь гайд, значит джамплис. Первый, я не буду заценить внимание на настройках и так далее. Но все же, убираем все галочки на настройках, под себя расставляем услуги и слушаем больше. Ты, блядь, там совсем охуел. Первое, я не буду заценить внимание на настройках и так далее. Но все же, убираем все галочки на настройках, под себя выставляем сенсуги и слушаем дальше. Первое, мне похуй на вас, я даже не буду объяснять какая галочка что делает и зачем она нужна. Я просто сделаю так, как сказали еще 5 гайдеров до меня. Охуенно, логично. Второе, при выборе скина стоит больше потратить времени, выбирая для себя оптимальный или идеальный скин. Но скин может быть удобен до тех пор, пока смоук, который оставляет после себя курсор, не начнет мешать на джампах. Из-за этого я вам советую поискать пару скинов для удобства. Начнем, пожалуй, с небольшого экскурса в терминологию. Смоук, как ты его называешь, на самом деле именуется курсор трейл. Сука, когда этот человек делал гайд, мне прожужжали все ебаные уши. Кто? Все, кто можно. Со словами, он делает нормальный гайд и тратит кучу времени, чтобы не обосраться. Итак, месяц работы, что я вижу? Он даже, сука, не удосужился зайти в папку со скином и прочитать, как называется этот ебучий хвост, который находится за курсором. Например, есть пузы для новомода в скин Ретроникс. Во время джамп-мапов, а также с моментами минимальной... Я не буду спорить по поводу вкусов и твоего восприятия игры, а просто скажу, что ненавижу этот скин, в нем играют только говно. Единство, я хотел бы искренне извиниться перед китайцами, казахами и казахами. Стримов он для меня идеален, а дальше скин для меня попросту неудобен, когда используя моду. После чего я врубаю скин силу. Скин не очень, это все, что я хотел сказать. А вот наш скин спасом скин сделан в стиле космос, скачать его можно будет в описании. Еще это от Шагитора. Это скин удобен во время хиддена или харддрога. Поскольку мой глаз воспринимает этот скин более плавно, из-за чего игровой процесс с этим скином проходит более импровно. Хуй в твое очко тоже проходит более импровно. Нежели ретроник с модами. А если я хочу почувствовать себя геем, я подрубаю скин Рафиса, врубаю мод ДТ и иду жрать говно. Так, а я не понял. А почему ДТ равно ожрать говно? Ну да ладно, я думаю в будущем мы это узнаем. Название скинув и с чем его едят я оставлю в описании. Продолжаем. Три. Иногда у любого игрока наступают такие моменты, когда ты на прошлый день смог спокойно фукашнуть 4-х старого и блюзенит, а на следующий день понятия не можешь, как ты только имел или же прожимал. Всё, не умею, не умею. Просто опять не умею. Всё. Пожалуйста. Пожалуйста, вот опять рак. Смотрите, вот как, кстати, бороться, блядь. Что происходит? Почему всё по пизде идёт? Я не знаю. Вот вы, ребята, просто представьте, вас просто взяли и украли, нахуй. Вот вы могли вчера, вот, вот, вы могли вчера вот зайти и вот так вот сделать. Могли, вот спокойно вот зашли и сыграли два веса. А сейчас вы ничего не можете. Лирическое отступление. Егор, пожалуйста, не обижайся на меня. Я просто хотел это вставить. Пиздец. Блядь, не обижайся на меня, я тебя умоляю. В такие моменты вы можете сделать одну вещь. Сыграйте сложную ногу для себя. 5, 6 или же 7 стар хорошо приведут твою руку в тонус, где сможешь более приятно играть свои диффы. Ну, так сказать, размялся на 7 стар картах, блядь. Я вам советую подобрать время для игры в осу, чтобы вам было приятнее играть. И ваш организм смог более-менее адаптироваться для игры. Адаптация нашего организма к внешним условиям. Будет в ярость и хватается за нож. Угони, 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 угони. Примерно такую адаптацию испытывает мой организм, когда я захожу в осу. Что я имею в виду под словом «адаптироваться»? Я думаю, вы все знаете, что во время игры вы сильно сконцентрированы на мампе. И вы смотрите в экран от минуты до пяти минут. И это очень сильно бьет по глазками, по восприятию окружения. И это очень сильно бьет по глазкам. Примерно подобные игры. Добавляем passengers быть killed five-pound высконцентрированы на мампе. Но сегодня под круг лет! Когда взгля learnt я не знаю, всё равно рассказать определ кус Houston или ГО neighbour, И мои глаза не напрягаются, а карта проходится. Вот, собственно, примерно так мы с тобой поговорили. Собственно, третью часть мы немножечко опустим. Потому что она была хуёвой. Перейдём сразу к четвёртой части. Четыре. Девайсы. Любой школьник скажет, «Эээ, мембранка и мышка хуйня, с ними нельзя играть, как у Кизи». Очень хотелось бы посмотреть, как ты скажешь то же самое, хорошему русскому игроку и достаточно близкому моему знакомому NotsoFast, который ебёт всех в рот на турнирах на мышке и мембране. Ты чё, бомж, купи себе сики 104 с Алиэкспресс. У меня он нормально работает. Я не знаю, какие там переключатели, но они такие же, как у Черри, поверь мне на слово. Хоть я и не знаю, как работает Черри, потому что я не хочу покупать дорогие клавиатуры от Cooper X Scalatron или, боже упаси, Corsair за 6 тысяч рублей. Шо то хуйня? Шо это хуйня? Вот это обе хуйни такие, шо я, блядь, ебал её маму рот. Это может я тебе вырезать полностью, блядь, от камеры, нахуй. Это как два сики 104. Это как три iJazz. Если я захочу брендовую клавиатуру, я куплю себе Q-Cyber Nominator TKL или Resquare механика RGB. Шо то хуйня? Шо это хуйня? Если ты такой упертый и будешь продолжать отрицать того факта, что C-Cyber Nominator TKL ломается после нескольких сотен нажатий, или будешь говорить, что мышки от Vata Speed топ, то у меня для тебя очень плохие новости. У тебя рак мозга. Сейчас я буду пояснять за мышки, за клавы, за планшеты. И в них, конечно, будет заложено соотношение цена-качество. Ого! Девайсы! Как раз, кстати, у меня клавиатура сломалась, и я и так у друга одну спиздил. Хоть сейчас, наверное, помогут выбрать нормальную. Ну, надеюсь, что помогут. Первое. Мышки. Для всех индивидуальный выбор. У них просто усраться как много. Здесь не будет конкретики. Что нравится, то и бери. С хорошим сенсором, естественно. Поскольку куда ни посмотрю, у всех дизайн разный. Все ложатся в руку по-разному. Но я решил рискнуть и выбрать более-менее дешёвые, более-менее популярные мышки. В ситуации с мышками хотелось немного больше конкретики, потому что я не знаю, что такое хороший сенсор, так как я не разбираюсь в мышках. Нет, если ты бизнесмен, и ты с какого-то хрена зашёл на это видео, бери самый лучший девайс, самый дорогой, и нет нужды черта ломить в своей мозге. Для этого педотопа я выбрал три мышки. Razer 2013 года. Logitech G102, Deluxe M625. Первые две мышки из топа я пробовал довольно долгое время, и я могу сказать, что обе эти мышки кусок говна. Про третью мышку, к сожалению, я ничего не могу сказать, потому что попробовать её мне не довелось. Это задор, да? Что я сейчас с ним буду делать? Вот, как бы, мышка, конечно, крутая, но... Razer! Лучшая фирма по производству мышек. Одна стоит 5000 рублей, вторая стоит 2000 рублей, третья стоит 1700 рублей. Второе, клавиатура. Cherry Mix Red или Brown? Не советую брать китайскую парашу наподобие Секеи, Килсир и другие, поскольку это ещё та параша. Когда-то вам ваш Макс Шелест сказал... Нет, это, конечно, круто, что ты кидаешь Макса Шелеста в рандомный момент видео, но, тем не менее, у меня есть кое-что получше. Из года в год, из века в век, передаётся истина, услышит каждый человек, Христос воскрес воистину. Сегодня у окошка черникнул воробей, вставай скорее, крошка, проснись скорее, скорее. Уж всюду льётся кренье, Христос воскрес, воскрес, Сегодня воскресенье, поёт земля и лес. Сегодня воскресенье, поёт земля и лес. Из-за этого защищайте её. Любая черри микс ред или браун, если она дешевле. Мя, шо это хуйня? Logitech, заебись. Любая клавиатура на таких свечах, заебись. Или, если ты хочешь сэкономить на клавиатуре, бери IQBC. Третье, таблет. Если тебе неудобно на мышке. Ну, таблет выбираем под свой бюджет. Хочешь, чтобы твоя щелька входила в хуйон? Тогда хуйон. Хуйон это параша, которая ломается через два месяца, плюс тяжёлое перо, плюс постоянная покупка батареек. Да, да, в жопу входит хуйон. Именно. Хочешь маленький планшет, за маленькую цену, XP-Pen 430. Вот об этом давай, пожалуй, не будем. Это больная для меня тема. Я считаю, что если у тебя в Нике нет слова гаша, то ты не можешь играть на этом планшете нормально. Хочешь средний планшет, но также за маленькую цену, XP-Pen 640. Хочешь средний планшет, но также, чтобы его драйвера были сделаны нормальным человеком, а не алкашом Валерой, который сделал драйвера для XP-Pen поддерживающего самогона, саприятым радугой. Тогда бери вакуум вам вайсмол или вакуум вамбул. Куман, вот тебе нравятся вакуумские драйвера? Скажи мне, пожалуйста. Ну, блядь, я на них играл очень много, слишком много, и когда я пришёл на кастомные драйвера, это, блядь, было просто счастье. Я не чувствовал этой ценной задержки, кушсор шёл просто так, как надо. Вакуумские драйвера, это как будто, вот, блядь, целый год говно жрал. Спасибо за ваше авторитетное мнение, мы вам ещё позвоним. Также средний планшет, но чтобы он был проверенным большим количеством людей, чтобы у него были хорошие отзывы и удобные драйвера, тогда бери вакуум STH 480 и живи до раду. У меня есть один единственный вопрос. Где достать эти планшеты? Они не продаются. После покупки подбирайте под себя удобную сенсу на мышке воссу. И да, вруби прямой вод. Это очень хорошо влияет на АИ. А дальше, если у тебя планшет, подбери зону для планшета. Логично? Логично. Поскольку это гайд для новичков, я не буду доёбываться до его доводов по поводу зоны и всего остального. Новички, им лишь бы выбрать зону и начать играть уже. Поэтому здесь всё вроде как ок. Если ты хочешь развивать свой АИ, брожи, читалочку, фингер-контроль, для этого есть свои мапы. И нет. Я тебя сейчас не буду отправлять играть в практик мапы, как делают многие гайдеры, а посоветую мапы, которые развивают вышесказанные аспекты. Фингер-контроль прививает мапы, сделанные олд-маппингом. Тот же Айрмен или Скарлетт Роуз. АИМ и Недаим. Олд-маппинг развивает читалку. Фингер-контроль зависит от читалки. Если ты умеешь читать ноты, значит ты умеешь контролировать пальцы. Аспекты вырабатываются играем мап отца Таркса. Но это не точно. Ого, нихуя себе ты загнул. Знаешь, для этого я даже сделаю отдельный стенд и повешу это в рамочку. Золотой фон цитат. И других таких же мапперов. Проражем тренируется, когда ты играешь мапы, которые играет Ку Кизи. Ого! А вот еще одна пошла! Да. Если вы хотите стать той В2, то земля вам пухом. Потому что единственная той В2, которая смог достичь таких высот, это Бабл Мам. А, Кумыч, вот откомменьте, пожалуйста, этот момент. Сейчас я тебе покажу. Да. Если вы хотите стать той В2, то земля вам пухом. Потому что единственная той В2, которая смог достичь таких высот, это Бабл Мам. Итак, комментарий, пожалуйста. Это очень странно. Типа, мы не берем в счет ни Вабуфульфа, ни Йонга. Для нас нет ни всяких рахулков, которые стабильно играют турниры. Какие-нибудь тампуны. Ну, пун, можно не брать счет, он нового цесосет. Это, типа, понятно, ладно. Мы не берем ни Дастиса, мы не берем ни австралийского Ути, который всегда показывает отличную Экеруси, ни Эйзера. Типа, для нас этих игроков нет. Ни Апракси, ни Ферри, Рейджа, вообще в сборной Америки никто не играет, ни в акси нитке. Их тоже нет. Все. Ни Digital Hypno, Лоу ПП, Каньо, Йок Спай, и т.д. и т.п. Я не знаю. Это просто... Насколько для него узок турнирный мир игроков. Это я еще не упоминал наших талантов с России. Шестое. Моды. Как их играют, как научиться с ними играть, как практиковать для будущего импро с модами и так далее, я сейчас вам буду пояснять. ДТ или Дабл Тайм, для практики ДТ подойдут абсолютно любые карты, кроме Дест Стримов. ДТ ускоряет мапу полтора раза. Давай посмотрим на твое высказывание с позиции игрока, у которого 4000 ПП. Первый вопрос, который он тебе задаст, а что такое Дест Стримы? На начальном этапе игры люди даже не знают терминологию, поэтому вводить такой термин как Дест Стримы это банально нерационально. А также дает прирост ПП в полтора раза. Также усложняет вам прохождение в полтора раза соответственно. Я всей душой не люблю этот мод. И не из-за того, что он сильно усложняет мапу. И не из-за того, что я не могу выиграя с этим модом. Хотя это правда. Я не люблю этот мод, поскольку он дает легкие ПП игрокам, которые не хотят ничего более, кроме ПП. Они не пытаются взять большую нагрузку на руки, они просто не развивают свои силы. Нет, они конечно могут развить прожим более 200 ПП, но АИМ также нужен в этой игре. К примеру, месяц назад я челкнул футересон на Ласт Дефе с модом ДТ. Я думал, мне не дадут более 150 ПП, но после 10 секунд челка, я начал играть на экс-мапу, и во время игры я поднялся в тот на 5000. Я сперва не понял, каким образом я поднялся, после чего я посмотрел на свои скоры в сайте и увидел 240 ПП скор футересон плюс ДТ. Я была задача, я играл максимально хреново, моя АК была ниже 96%, я допустил 4 меса в конце, при условии того, что карта длится меньше минуты. История, конечно, охуительная, но могу рассказать тебе историю лучше. Смотри, я играл ДТ, я почти ФК-шнул с Новых Алейшем, я зашел на другую карту и посмотрел, что мне дали 200 мест, вау, я не поверил своим глазам, что я сделал, чтобы получить 200 мест. Я открыл свой профиль и увидел, что у меня 440 ПП скор в профиле, я обалдел, легкий ПП. При всем моем уважении к 5К ПП игрокам, ДТ это нихуя не простой мод. Возьмем за пример тот же самый мой Snow Hallation. В нем 260 БП, фоллскрин, джампы 1-2 во все ебало. Это нихуя не просто аимить. Hard Rock уменьшается Circle Size или ЖКС. Увеличивает АД, из-за чего играть и сохранять АКУ очень сложно, увеличивая значение ХП или АЧП, из-за чего слиться во время игры будет еще легче. Perfect Mod не дает вам мяснуть мапа. Perfect Mod не дает вам мяснуть. Нет, ну, блять, не навестись на иконку Perfect Mod, а когда у тебя стоит перевод в ебучей игре, это очень сильно. Он нахуй описан на иконке. Блять, ну че за хуйня? за эти ебучие 20 минут у меня сгорела жопа попуще, чем когда я играю в осу. Все, хватит с меня этого дерьма, я заканчиваю. За всю историю моей рубрики про ебучих гайдеров, даже тот чувак, у которого дикция хуже, чем у нашего индивида, был и то ёб твою мать лучше, чем этот кусок говна. Жопа с этой хуйней у меня сгорела нереально. Как это можно заливать, я не понимаю. В любом случае, спасибо вам огромное за просмотр и с возвращением меня на ютуб. Всем пока, люблю, целую, как скоро будет следующий видос, я не знаю, но тем не менее, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите православный колокол, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока, до новых встреч. Пока-пока.